меня зовут артур сегодня я виртуальный пилот и авиаэнтузиаст поэтому я расскажу вам о том как летают аппараты тяжелее воздуха к аппаратам тяжелее воздуха относятся много разных видов летательных аппаратов это самолеты вертолеты автожиры экранопланы их множество ну сегодня речь пойдет больше о самолетах как наиболее распространенном виде летательного аппарата тяжелее воздуха и так для начала я расскажу о силах основных силах которые действуют на самолет в полете всего основных сил которые действуют 4 первая это сила притяжения земли или гравитация это одна из самых любимых наверно самая любимая сила у пилотов почему потому что на протяжении всего полета ее и направление и модуль остаются неизменными она очень предсказуемо всегда одинаковая в одном направлении следующая сила направлена в противоположную сторону противостоит гравитации это подъемная сила крыла непосредственно та самая сила благодаря которой летательный аппарат держится в воздухе третья сила это аэродинамическое сопротивление среды направлена противоположную полету сторону она нелинейно зависит от скорости полета и можно сказать что чем выше скорость полета тем выше это сила и ей противостоит сила тяги двигателей та самая сила с помощью которой летательные аппараты движутся вперед в прямолинейном установленном полете то есть когда ни высота ни скорость полета не меняются все эти силы попарно уравновешивают друг друга перейдем к другому виду летательного аппарата планер на картинке изображен l13 se vivat это модификация чешского l13 blanick отличается от него только лишь наличием маломощного мотоциклетного двигателя и пропеллера для того чтобы он мог самостоятельно взлететь и набрать высоту но потом пилот останавливает двигатель переводит планер в режим планирования возникает вопрос если исчезает сила тяги что в таком случае уравновешивает силу аэродинамического сопротивления почему планер не останавливается вдруг воздухе и не падает на самом деле мы все помним что силы это вектора то есть у них есть направление и если например гравитация у нас направлена всегда в одном направлении вниз земле то подъемная сила крыла может быть направлена в принципе туда куда нужно пилоту и пилот наклоняя немного нос то есть наклоняя плоскость крыла изменяет подъемную силу ее вектор чтобы она смотрела немножко вперед и дальше по правилу параллелограмма у нас как раз и возникает сила которая вот толкает наш планер вперед противостоит силе аэродинамического сопротивления и да позволяет совершать полет за счет потери высоты теперь в авиации вообще в авиастроении есть такой термин такое понятие как аэродинамическое качество аэродинамическое качество это отношение подъемной силы к силе аэродинамического сопротивления или если сказать проще это расстояние которое летательный аппарат в режиме планирования может пролететь горизонтально в километрах потеряв при этом один километр высоты в качестве примеров американский космический аппарат шаттл в атмосфере обладает в атмосферном полете аэродинамическим качеством единица это означает что потеряв один километр высоты в режиме планирования он сможет прилететь горизонтально всего лишь один километр но это немногим больше чем плоский камешек современные планеры обладают аэродинамическим качеством около 50 то есть внушительное качество на потерю одного километра высоты может пролететь около 50 километров горизонтально один из самых массовых на сегодняшний день среднемагистральных лайнеров boeing 737 обладает аэродинамическим качеством 15 то есть в принципе он очень даже неплохо планирует boeing 747 планирует еще лучше то есть тяжелый большой двухэтажный самолет у него аэродинамическое качество 17 и mriya an-255 у него вообще аэродинамическое качество 19 планирует еще лучше чем все предыдущие большие самолеты то есть аэродинамическое качество это показатель эффективности размена высоты на горизонтальное расстояние или по-другому можно сказать это эффективность использования запасенной энергии и вот тут я как раз открою секрет хороший пилот перестает думать о силах которые действуют на самолет как только покидает учебный класс о чем же думает хороший пилот в полете он думает об энергии это пожалуй самая известная физическая формула это полная энергия покоя тела речь сейчас пойдет не об этой формуле от других формулах энергии одна из которой похожи то есть е равно mv квадрат деленное на 2 другая е равно mgh то есть это формула кинетической потенциальной энергии посмотрим на них более подробно то есть в обеих формулах присутствует масса масса это то о чем обязательно помнит помнит и знает пилот пилот знает перед взлетом взлетную массу то есть это вес пассажиров багажа топлива на борту он точно также знает массу машины перед посадкой то есть то же самое только за вычетом выработанного топлива от этого действительно зависит зависят многие параметры полета но массой в данном случае пилот управлять не может никак то есть он просто о ней осведомлен и это часть энергии машины а вот например квадрат скорости это то что подвластно пилоту и любой пилот обязательно знает о том что чем быстрее летит самолет тем больше энергии тем больше запас и в случае каких-то непредвиденных обстоятельств с большой скоростью можно ей как-то распорядиться если скорости не хватает скорость маленькая то можно попасть в беду точно также в формуле потенциальной энергии у нас есть кроме g это константа ускорения свободного падения она тут тоже так же как и масса в данном случае не не управляется пилотом а вот аж высота точно так же это еще один запас пилота чем выше летит самолет тем больше у пилота есть возможность что-то сделать в данном случае что сделать например вот произошедшие случаи большого широкофюзеляжного боинга 767 в полете неожиданно закончилось топлива просто неправильно посчитали при заправке на земле благодаря тому что пилот хорошо знал как распорядиться имеющейся кинетической и потенциальной энергией которая уже есть у самолета несмотря на то что двигатели остановились он смог безопасно снизиться и приземлиться практически без повреждений то есть там только лишь носовая стойка шасси сломалась другой случай это чудо на гудзоне это уже из новейшей истории авиации самолет на взлете влетел в стаю диких гусей в итоге потерял оба двигателя и ситуация была довольно таки тяжелой потому что высоты толком еще не успел набрать топлива на борту много то есть он тяжелый но все равно пилот смог распорядиться имеющейся энергией он хорошо понимал как все это дело работает и в итоге самолет приводнился в пролив без жертв дальше для полного описания модели полета параметрического описания достаточно шести связанных параметров то есть три параметра это сдвиги по трем координатным осям и еще три это вращение вокруг этих осей рассмотрим оси на примере вращения первое это продольная ось она же ось крена она отвечает как вы видите за наклоны летательного аппарата вправо влево да вторая ось это поперечная ось ось тангажа отвечает за задирание носа кабрирование называется и опускание носа пикирование и третья ось вертикальная ось или ось рысканье она отвечает за плоский разворот носа вправо влево самолет движется в потоке воздуха и то есть поток его обтекает за счет изменения характера обтекания самолета то есть и отклонение воздушных масс в каком-то направлении в соответствии с третьим законом ньютона сила действия равна силе противодействия самолет получает импульс в противоположном направлении отклонение потока происходит за счет использования так называемых аэродинамических поверхностей первая аэродинамическая поверхность которую мы здесь видим это элероны элероны это часть задней кромки крыла которая отклоняется вверх или вниз синхронно с двух сторон но в различных направлениях и в данном случае например правое полукрыло отбрасывает поток воздуха вверх левое вниз и возникает опрокидывающий момент вот то есть происходит управление по продольной оси следующая аэродинамическая поверхность это рули высоты расположена на хвостовом стабилизаторе действует в принципе точно также только лишь на хвосте отклоняет поток воздуха вверх или вниз за счет чего возникает импульс который позволяет управлять машиной по тангажу и третья аэродинамическая поверхность для оси рыскания это руль направления он не используется для поворотов он используется для компенсации боковых сносов например при посадке с боковым ветром в принципе тоже вот такая и теперь немного еще о подъемной силе крыла то есть подъемная сила в упрощенной модели возникает именно тоже за счет отбрасывания профилем крыла воздушных масс вниз то есть воздушные массы профиль крыло отбрасывает вниз получает импульс вверх у пионеров авиации возникала проблема ах да прошу прощения подъемная сила зависит во первых от скорости потока во вторых от самой по себе формы крыла формы профиля и от положения крыла в потоке у пионер в авиации возникали проблемы с управляемостью машин на взлете и посадке то есть когда скорость машины низкая действительно подъемная сила низкая и машина управлялась очень плохо с развитием техники проблема стала еще более острой потому что машины стали более тяжелыми им требовались более высокие скорости и в итоге взлет и посадку проводить на высоких скоростях стало практически невозможно почему потому что требовались бы очень длинные взлетно-посадочные полосы и кроме того это просто опасно потому что ими тяжело управлять на больших скоростях существуют различные профили крыла есть профили крыла которые генерируют достаточно подъемной силы даже на низких скоростях но в таком случае они же генерируют сильное аэродинамическое сопротивление. И наоборот, есть профили, у которых низкое аэродинамическое сопротивление, но в таком случае подъемная сила у них возникает только лишь на высоких скоростях. Авиаконструкторы решили эту проблему за счет включения в конструкцию крыла элементов, которые изменяют профиль крыла. В данном случае я говорю о закрылках. Закрылки это тоже часть задней кромки крыла, как и элероны, но немножко другому служат. Они выдвигаются, как вы видите, из крыла и опускаются вниз, за счет чего отклоняют поток обтекающей крыло под более острым углом и в итоге за счет этого возникает более сильный импульс, увеличивается подъемная сила. В итоге на взлете и посадке для того, чтобы при низких скоростях можно было хорошо управлять машиной, используются закрылки. В итоге, что мы сегодня узнали, да, это, пожалуй, все, что хотелось бы рассказать. Да, действительно, модель полета вполне успешно описывается четырьмя силами, тремя осями, то есть ничего слишком сложного в самой по себе механике полета нет. и хороший пилот всегда думает именно об энергии, а не обо всем этом. То есть он управляет с помощью понимания, что происходит с машиной в воздухе, какой энергией она обладает. Это, пожалуй, все, о чем мне хотелось сегодня рассказать. Спасибо. Задавайте вопросы. Как я уже объяснил, подъемная сила возникает именно за счет отклонения воздушного потока вниз, то есть воздушный поток обладает массой. Понятно. То есть вы хотите сказать за счет закона Бернулли, да? За счет разности гибридов, потому что с разной скоростью движется воздушный поток у круга, поэтому с формулой они были симметричны. В таком случае, как все-таки симметричные профили. Симметричные профили вполне тоже генерируют подъемную силу. Если уже действительно касаться аэродинамики, то тут более правильная теорема Жуковского о циркуляции потока. Ее рассказывать в данном случае я не буду, потому что это довольно долго детали. То есть закон Бернулли в данном случае, то есть из-за разницы скоростей под нижней кромкой крыла и верхней, он тоже участвует в создании подъемной силы, но он принимает лишь небольшое участие. В общем, вот так. Ну. Вчера, я не знаю, летавший и пару раз пугавший на танке, хочется поверить в Бога, по себе. Я хочу сказать, что хороший пилот, вы сказали много раз хороший пилот. Что за хороший пилот в данном случае? Человек должен молниеносно принимать решение. Ну, в всяком случае, да. Времени так много, расписывать лекции, читать у него нет. И второй вопрос. В американской фильме двенадцатилетняя девочка сажает боинг. Возможно ли это? Значит, первый вопрос, кто такой хороший пилот и какими он качествами обладает. В первую очередь, хороший пилот понимает, что происходит вокруг самолета. Он понимает и чувствует авиационную физику. Да. То есть, в любом случае, хороший пилот – это опыт. То есть, это опыт. Сначала это теоретическая подготовка, а потом много-много практики. В некотором роде да, потому что действительно полностью вспоминать всю эту теорию в воздухе времени нет. То есть, там уже нужны наработки. По поводу второго вопроса. Двенадцатилетняя девочка сажает боинг. Ну, скажем как, если эта двенадцатилетняя девочка выучится на пилота. Вы знаете, на самом деле крайне сомнительно, потому что действительно для того, чтобы посадить даже современный лайнер, в котором много автоматики, нужно много опыта. Опять-таки, точно так же, когда вторые пилоты вводятся в строй, они сначала летают под руководством более опытных и только потом, через некоторое время, им доверяют уже самим производить там взлеты и посадки. Ну, ты нам объяснил, что такое элероны, закрылки. А вот у меня такой вопрос, почему при посадке стюардессы требуют поднять заслонки с иллюминаторов? Разве они влияют на динамику полета? Нет, на динамику, конечно же, они не влияют. Это требования авиационной безопасности. Все дело в том, что посадка вообще это довольно-таки опасный этап полета. Иногда происходят уже после касания земли какие-то неожиданные ситуации. Но при этом самолет может с чем-то столкнуться, загореться уже на земле. И спасателям нужен будет быстрый и удобный доступ в салон. Им нужно будет видеть в первую очередь, что в салоне происходит. Для этого поднимают шторки, просят поднять шторки, чтобы в случае возникновения какой-то ситуации хотя бы знали, где можно резать или где нельзя. Вот это. Ну, тогда у меня продолжение вопроса по поводу отключите мобильные телефоны, иначе у пилотов могут быть помехи. Насколько это право? Ну, чисто теоретически телефонные аппараты могут создавать помехи на той же частоте, на которой работает навигационное оборудование. Но навигационное оборудование и его антенны, как правило, находятся в носу самолета и они экранированы от всего, что находится в салоне. То есть вероятность того, что телефон в салоне повлияет как-то на антенну, которая экранирована, она практически исключена. Тут требования отчасти из-за перестраховки, отчасти из-за того, что вообще просят убрать всю технику для того, чтобы в случае резкого прерывания взлета, резкого торможения, чтобы она не начинала летать по салону и не наносила увечья пассажирам. Чаще всего так. Еще вопрос насчет гусей. С лишними предметами никак, потому что двигатель защитить практически невозможно. То есть все, что может туда влететь, оно может туда влететь, как его не закрывай. По поводу птиц, в аэропортах в любом случае есть службы, которые занимаются и мониторингом, и, кроме того, отпугиванием. Их отпугивают сиренами. И, кроме того, периодически держат специально хищных птиц на службе в аэропорту, то есть кого-нибудь из семейства ястребиных, которых учат специально разгонять стаи вокруг. То есть это широко используемая практика по всему миру. Но это только в аэропортах, правильно? Да. То есть в принципе можно не строить какие-то специальные установки, ракеты, достаточно обучить группу усейсмомбит. У вас самолеты из каких-либо... Ну, опять-таки, случай, который произошел в Нью-Йорке, это чудо на Гудзоне, это скорее исключение из правил, потому что попадание птиц одновременно в два двигателя и выведение обоих двигателей из строя, это очень редкий случай, это практически исключение. То есть иногда бывает, птица попадает в один двигатель, ну, двигатель выходит при этом из строя, самолеты спроектированы современные так, что они вполне могут нормально и безопасно совершить полет на одном двигателе, ну, по крайней мере, до возврата в аэропорт вылета. С вопросом больше нет, спасибо. 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 Спасибо.